Господи, Господь наш, я точу на имя Твое по всей земли, я бы взялся в великолепие Твое, прими выше небес. Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня среда, и Церковь в сегодняшний день предлагает нам к нашему назиданию и для нашего внимательного рассмотрения отрывок из Первого Послания Святого Апостола Павла к Фессалоникийцам, глава 4, стихи с 1 по 12. И вот как звучит данный отрывок в русском синодальном переводе. Засим, братья, просим и умоляем вас Христом и Иисусом, чтобы вы, приняв от нас, как должно вам поступать и угождать Богу, более в том преуспевали. Ибо вы знаете, какие мы дали вам заповеди от Господа Иисуса. Ибо воля Божия есть освящение ваше, чтобы вы воздерживались от блуда, чтобы каждый из вас умел соблюдать свой сосуд в святости и чести, а не в страсти похотения, как и язычники, не знающие Бога, чтобы ни в чем не поступали с братом своим противозаконно и коростолюбиво. Потому что Господь, мститель за все это, как и прежде мы говорили, вам и свидетельствовали. Ибо призвал нас Бог не к нечистоте, но к святости. Итак, непокорный не покорен ни человеку, но Богу, который дал нам духа своего святаго. А братолюбие же нет нужды писать к вам, ибо вы сами научены Богом любить друг друга, ибо вы так и поступаете со всеми братьями по всей Македонии. Умоляем же вас, братья, более преуспевать и усердно стараться о том, чтобы жить тихо, делать свое дело и работать своими собственными руками, как мы заповедовали вам, чтобы вы поступали благоприлично перед внешними и ни в чем не нуждались. Итак, дорогие братья и сестры, мы сегодня продолжаем с вами чтение первого послания святого апостола Павла к фессалоникийцам. Апостол Павел сегодня, обращаясь к фессалоникийцам, вновь говорит им о том, что нужно воздерживаться от блуда. Из раза в раз, из послания в послание, апостол Павел напоминает той или иной общине, это сегодня уже очевидное для всех нас повеление Божие, заповедь Божия. Но тогда это было просто жизненно необходимо, ведь нужно представлять себе, какое это было греческое общество, общество Римской империи, цивилизации тогдашней, экумены. Это было действительно развращенное общество. Хотя в нем присутствовали и некие моральные устои, и были философы-стоики, которые стояли на позициях такой строгой нравственности, но в целом общество было довольно-таки развращено. Существовали различные мистерии, которые имели откровенно, скажем так, половой характер. Так или иначе, если в обществе это и не привечалось, то, по крайней мере, не осуждалось так сильно. И проблемы с браком, проблемы с разводами, проблемы с супружеской неверностью были большие во времена написания данного послания. Как у греков, так и у иудеев на самом деле. Допустим, если мы читаем в Ветхом Завете в законе Моисеевом слова о браке, это 24 глава книги Второзакония, первые четыре стиха, там как раз-таки сказано о том, какие условия должны совпасть, чтобы муж дал разводное письмо своей жене. И там довольно-таки расплывчатая формулировка, которая говорит о том, что если увидеть что-то в ней неприятное. И вот у мудрецов Ветхого Завета, у раввинов, у них было две кардинально, скажем так, расходящиеся между собой толкования на этот отрывок. Одни говорили, что вот это неприятное, это единственное, это прелюбодеяние, за все остальное не имеет права муж разводиться. А более широкое, оно включало в себе различные толкования. Например, чтобы она не была сварливой. А что значит, чтобы не была сварливой? Это чтобы соседи не слышали ее голос. Говорилось о том, что, допустим, если у нее невкусный обед получился, или еще что-то такое. Ну, то есть довольно-таки широкое толкование. И, конечно же, пользовались зачастую именно широким толкованием. Тот же Луцио Нейсинека, современник апостола Павла, пишет следующее. Он говорит о том, что женщины выходят замуж, чтобы развестись, и разводятся, чтобы выйти замуж. У одного римского историка тоже есть выражение, которое свидетельствует о повседневной культуре брачных отношений того времени. Он говорит о том, что женщины измеряли свои года по своим мужьям. То есть они очень часто, чуть ли не каждый год, разводились, и это было такой некой катастрофой. И, более того, вне супружеские отношения не порицались обществом. Они не восхвалялись, хотя были и такие случаи, но не порицались. Никто за это никого не порицал. Такое было общество. И апостол Павел напоминает людям, которые вышли из такого общества, из такой культуры, что в целом воля Божия есть освящение ваше, чтобы вы воздерживались от блуда. Это была проблема, и апостол Павел это четко понимал и акцентировал свое внимание на этом моменте. Он говорит о том, что чтобы каждый из вас умел ослаблять свой сосуд в святости и чести. Сосуд – это эвфемизм. Это слово, которое заменяет. Слово, которое будет звучать или грубо, или неуместно в данном контексте. И здесь есть, можно два толкования привести. Скажу только об одном, что сосуд – это можно назвать супруга. Это супруга или супруг. Мы должны так относиться к своей супруге, чтобы это было действительно чистое отношение, чтобы у него не возникало помыслов не уходить куда-то, блудить и так далее. То есть каждый должен соблюдать свой сосуд святости и чести. То есть сосуд брака, скажем так. «Они в страсти похотения, как язычники, не знающие Бога». То есть блуд – это равнозначно незнанию Бога. «Чтобы ни в чем не поступали с братом своим противозаконно и крастолюбиво». Ну, здесь все понятно, отношения между людьми в общине, потому что Господь – мститель за все это, как и прежде мы говорили, вам и свидетельствовали. «Призвал Бог вас не к нечистоте, но к святости». Помните Евангелие от Матфея, Нагорную проповедь Спасителя, где он говорит «Будьте совершенны, как совершенный Отец ваш Небесный». Итак, непокорный непокорен не человеку, но Богу, который дал нам Духа своего Святаго. Итак, противляясь заповедям Божьим, мы противимся не людям, мы не выражаем некий протест социальный или что-то другое, можно какими угодно словами прикрываться, но на самом деле мы грешим, прежде всего, против Бога. И не нужно грех называть какими-то другими приятными для нашего уха словами. Грех он и есть грех. Девятый стих говорит «О братолюбии же нет нужды писать к вам, ибо вы сами научены Богом любить друг друга». Действительно, апостол Павел видит это и понимает, что это братолюбие есть в данной общине, ибо вы так и поступаете со всеми братьями по всей Македонии. Он знает их открытость, их готовность помогать, поэтому и пишет им такие ободряющие слова. «Умоляем же вас, братья, более преуспевать и усердно стараться о том, чтобы жить тихо, делать свое дело и работать своими собственными руками, как мы заповедовали вам». Небольшая проблема нарисовывается здесь нам, потому что напряженное ожидание второго пришествия заставляло некоторых людей в общине оставлять свою деятельность, забывать свою работу и жить на неком иждивении, быть некими такими, знаете, юродивыми, в плохом смысле этого слова, ожидая именно второго пришествия Спасителя, забыв о том, что нас, мы должны трудиться ежедневно, зарабатывать себе на хлеб насущный, чтобы вкушать пищу и заботиться о своей семье. Многие люди, ну, не многие, но это было в общине, бросали свои дела, и апостол Павел напоминает, что нужно работать и никого не обременять своим безделием. Поэтому давайте, дорогие братья и сестры, будем трудиться, жить в братолюбии, помогать друг другу и помнить, что наше спасение заключается в нашем следовании заповедям Христовым. Всем радости о воскресшем Господе и до новых встреч! Господи, Господь наш, я точу на имя Твое по всей земли, я бы взялся в великолепие Твое, превыше небес. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова